Вот сейчас еще одна будет песня, премьера, она написана в 1980 году. Но я ее в этом зале еще не пел, я один раз только в Новосибирске, по-моему, встел. Ну, послушайте, вдруг понравится. Она не аризонна. Все разлетелось в миг на мелкие кусочки, и в сказке для двоих пора поставить точку. Печальный был итог, друзья уж не друзья, ну что ж, судья мой, Бог поет, Бог не я. Когда б я Богом был, я б сделал все иначе, я б все перегроил на свой, на новый лад. Я б чудо сотворил, и часа не назначил, я б время возвратил на два часа назад. Я б время возвратил в тот миг, когда не поздно, не говорить о того, что сказано уже. Нести счастливый вздор и рассуждать о звездах, и друг для друга быть. На свете всех нужней любить, так уж любить, пожалуй, без оглядки. Чтоб не играть с судьбой в загадки и отглядки. Чтоб раз и навсегда, и больше никогда, чтоб на двоих одна, и радость, и беда. Но я, увы, не Бог, сторонний наблюдатель, скорее даже больше разрушитель, чем создатель. И в помощи моей нуждали свои дворы, когда друг друга так бездумно потеряли. Вот такая глюстная песня. Спасибо. Вот, ну, а сейчас будет повеселее. Вот, как раз подошел Андрей. Песня будет про ребят, которых мы знаем. Это наши друзья, мы до сих пор дружим. Вот в училище был такой, у них недостаток. Один не матерился, другой не пил спиртного. С ними вместе я учился. Помню, курсы до второго, чесноков не матерился. Щербаков не пил спиртного. Может, было разделение? До сих пор необъяснимо. Но водку кушал только Женя, а ругался только Дима. Так же надо бы назаметить, оба парня не курили. И вокруг, за тысячу метров, пол прекрасно обходили. Жизнь курсантская, все тучи, все любром вопросы ставить. Не умеешь тут научат, а не хочешь здесь заставить. Ты вздыхал передохнуть бы, только жизнь не позволяла. И ковала наши судьбы, и характеры ломала. И однажды я увидел интересные явления. Помню, как ты отмечали Щербакову в день рождения. Мне сперва-то было странно. Даже я перекрестился. Дима, водки, полстакана. Выпил и не покривился. Алкоголиком не стало. Только всякое бывает. И сперва не добирал он. А теперь перебирай. И мне однажды рассказали, как в одно из воскресеньев Дима после увольнения заходил домой по схеме. А еще мне рассказали про курсанта Чеснокова, будто Женю их назвали. Говорил плохое слово. Я кричал про Чеснокова. Что это вы мне наврали? Да не может быть такого-то. Вы же его оклеветали. Но мне в ответ сказали тише. Я думал, не стоит горячиться. Скоро ты и сам услышишь, как Евгений матерится. И как-то вечером в вороте я бродил в тоске печали. И тут меня друзья позвали. И такое показали. Я ушам своим не верил. Даже стало страшновато. Женя, выглянув из двери, поливала горку матом. В жизни всякое творится. И случается любое. Чесноков стал материться. Щербаков стал пить спиртное. Раньше вместе соберутся. Так все сидят, считают лавы. А теперь всегда нажрутся. С сигареткой затянутся. Как припахавника ровнутся. А иногда и подерутся. И идут гулять по волонкам. Спасибо. Я так думаю, что даже в таких случаях были не только в нашей родине. Как раз такое горячее одобрение. И даже в нашей. Мы продолжаем охват всех, как это сказать, всех слоев авиационных. Ну и один из таких слоев это Летные пенсионеры, к которым я тоже отношусь. Я тоже был. Я мог, умел, не знал. Я видел сверху горные вершины. И сам когда-то в небо поднимал Красивые и горные машины. Как непривычно это слово был. Я был судов, воздушным капитаном. И много лет я в небе просто жил. И был маршрут по самым разным странам. И мы с небес. Вот снова гул, турбин над головой. И я стою, и молча небо внеблю. Приходит день, у каждого он и слой. И мы с небес спускаемся на землю. Приходит день, у каждого он и слой. Я благодарен небу и судьбе За яркий миг, за свет, за зари хрустальной. За то, что я сказать могу себе. Я тоже был. И вовсе не печально. Вот снова гул, турбин над головой. И я стою, и молча небо внеблю. Приходит день, у каждого он и слой. И мы с небес спускаемся на землю. Приходит день, у каждого он и слой. Мы все с небес спускаемся на землю. Спасибо. Спасибо. Следующая песня называется «Паруса». Она посвящается, ну, сами как-нибудь кому она посвящается. Ветру наполнять паруса. Верно, вера, наши силы умножит. Верно, каждый выберет сам. Сможет он или не сможет. Верно, каждый выберет сам. Сможет он или не сможет. Сарк... Сарк... И я его не могу. Сарк... 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 А небо помогает лишь тем Сильным, кто решил, что сумеет. Знаю, будет трудно не раз, Только я сумею, я знаю. В жизни все зависит от нас, Если мы за все отвечаем. А в жизни все зависит от нас, Тех, кто за все отвечает. А в жизни все зависит от нас, Тех, кто за все отвечает. А в жизни все зависит от нас, Тех, кто за все отвечает. А в жизни все зависит от нас, Тех, кто за все отвечает. А в жизни все зависит от нас, Тех, кто за все отвечает. А в жизни все зависит от нас, Тех. А следующая песня называется «На рукой до неба». И я ее придумал, начало придумал, когда был на авиашоу в Краснодаре, Куда меня пригласил Алексей Скориков. Но это было два куплета, а концовки не было. Буквально через неделю я был на дне рождения у директора «Человя» Олега Васильева, Который сегодня собирался, но не смог. А до неба мне легко достать рукой, Дотянуться просто до любого облака, Улететь и далеко, и высоко, И вернуться вдруг и оказаться около, Оказаться снова около тебя. И опять смотреть в глаза твои красивые, В те глаза, что на меня глядят любя. И бездонность, словно это небо синее, Поделись улыбкою своей. Нам уж точно не о чем печалиться, Наша жизнь из самых лучших дней. До сих пор была и дальше не кончается. Мне, конечно, нужно больше про любовь, Говорить тебе и звать тебя красавицей, Если хочешь, я возьму тебя с собой В наше небо, и оно тебе понравится. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Знаете, вот три недели назад, чуть больше нет, это две недели, Мы отмечали очередной день рождения Владимира Семеновича Высоцкого. Ну, я в свое время, как и многие, не только исполнял в «Кругу друзей» песню Усоцкого много знал, но и когда сочинял, тоже подражал, потому что очень нравилось, потому что хотелось быть похожим по качеству, скажем так. Следующая песня называется «Штопор». Она написана в период полетов на самолете Як-18Т, когда нас вывозили и показывали нам обязательную программу «Штопор». И там, значит, есть такие слова. Тот, кто заметил, что радость полета в падении, наверное, в чем-то по-своему тоже был прав. Ну, люди постарше, кто в школьную программу, помнят такое произведение Максима Горького, как «Песня о Соколе». Там был такой персонаж Кушин, который сказал, так вот, в чем радость полетов в небо, она в падении. Ну, там я довольно длинное произведение пересказывать не буду. Ну, вот эту вот строчку я использовал. Педаль до упора штурвал на себя, и вдруг что-то Меня опрокинет, закружит, потянет к земле. Сочувствую тем, кто ни разу не пробовал штопор, Считаю, что им не достался счастливый билет. Ни с чем не сравнимо это ощущение падения, Которое мы испытали неведомо им. Они не видали ни разу земли приближения, Держась на рюмях, перевезли их на стекло голововым. Вот дух захватило, и в тело валилось напряжение, Секунду ветвых и машину пора выводить. Земли приближения длится всего лишь мгновение, Но именно эти мгновения трудно забыть. Я не собираюсь кого-то вводить в заблуждение, С такой красотой нередко соседствует страх. Но тот, кто заметил, что радость полета в падении, Наверное, в чем-то по-своему тоже был прав. И тот, кто попробовал раз, непременно замечу, Захочет еще повторения такой красоты, И снова земля закружась понесется навстречу, И только для вывода был бы запас высоты. Пусть кто-нибудь спросит, ну что в нем красивого? Что там? Пока не попробуешь, сам не получишь ответ. Сочувствую тем, кто ни разу не пробовал штопор, Считаю, что и не достался счастливый билет. Спасибо. Ну, в этой песне для меня самое главное – Успеть выговорить все слова. Ну и вторая песня тоже подражание Высоцкому, Того же перевода, может даже маленько раньше, Там даже вступление позаимствованное. Мой самолет уже готов к дорогу, Уже заправлен и осмотрен весь, И вот опять в твоих глазах тревога, А на табло уже зажгли мои рельсы. Но кто виновен в том, что так все вышло, Судьбу и обстоятельства прости? За то, что я пока не третий лишний, Но только должен все-таки уйти. Я быть хотел всегда с тобою рядом, А вот опять надолго улечу. Но кто придумал это слово «надо», Которое сильнее, чем хочу? Полгода много это или мало, Решает каждый только для себя. А нам всегда друг друга не хватало, Но вновь и вновь я покидал тебя. Я уходил, чтоб снова возвращаться, Я улетал, чтоб снова прилетать. И всякий раз не мог не удивляться, Как терпеливо ты умеешь ждать. Мне твои письма душу согревали, Когда метель за окнами мела, Когда в полете птицы замерзали, Вот эти строчки вновь меня спасали. О, эти строчки, сколько в них тепла, Мой самолет уже готов в дорогу, И он не виноват перед тобой. Но подожди еще совсем немного, И на прощанье мне махни рук лови. АПЛОДИСМЕНТЫ